Здравствуйте, дорогие зрители! Первый медицинский канал сегодня в гостях у директора Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского департамента здравоохранения города Москвы доктор медицинских наук профессора Ран Сергея Сергеевича Петрикова. Здравствуйте! Здравствуйте! И большое спасибо, что вы нашли возможность в своем графике уделить нам время для этого интервью, которое я бы хотела начать вот с чего мы приближаемся к символической отметке под названием «100 дней директора Петрикова». Знаете, есть такая традиция отмечать 100 дней. Это больше общественность, конечно, отмечает, чем сам человек 100 дней со дня назначения на тот или иной пост. А вопрос, собственно, такой, насколько изменилась ваша жизнь за эти 100 дней, учитывая то, что вся ваша профессиональная деятельность связана с этим институтом, и вы прошли путь от санитара, от медбрата фактически, да, со студенческих лет до директора. И вот эти 100 дней, то есть говоря, человеческими, они были тяжелые. Или просто к такой, ну, рутине, круглосуточной рутине врача-нейрореаниматолога прибавились еще какие-то административные обязанности, еще какие-то бумажки? Жизнь стала более насыщенная. Да, помимо клинических каких-то вещей, которыми я занимаюсь, конечно, добавилось много вопросов, которыми я раньше не сталкивался, в прямую, скажем так, финансово-хозяйственные вопросы, которые надо решать. Ну, это даже интересно. Ну, и вопросы, наверное, которые оперативны, в том числе, нужно решать какие-то организационные, да? Все-таки такое учреждение, но такое одно на всю Москву. Надо просто сделать так, чтобы все было нормально спланировано, и тогда не будет никаких авральных вопросов. Вы уже вошли в новый режим? Или пока еще он налаживается? Ну, надо сказать, что режим вообще рабочий, вот именно подход к каким-то делам, он не изменился принципиально. Все равно все было загружено, но, может быть, было несколько больше моментов, когда можно больше подумать о чем-то там, поделать какие-то другие дела, часто там наука и так далее. Сейчас приходится более жестко выстраивать весь график для того, чтобы все успевать и успеть со всеми пообщаться, все проанализировать, съездить на совещание, там, устроить их здесь. В общем, более жесткий график. В общем-то, это новая специальность, еще одна организация здравоохранения. Я хотела спросить, вот о чем в прошлом году вы проходили переподготовку в Медицинской академии непрерывного профессионального образования именно по линии организации здравоохранения и общественного здоровья. Это с чем было связано? Это было ваше решение? Или вас туда направил коллектив? Это было связано, может быть, с тем, что вы были заместителем директора, вы были руководителем уже тогда регионального сосудистого центра? Ну, это произошло из-за того, что я был заместителем директора, вот, и все люди, которые находятся в руководстве, должны пройти обязательно обучение по организации здравоохранения. Поэтому тогда мы вместе тоже заместителем директора, главным врачом Сергеем Васильевичем Столяровым, в общем, были вместе на этой переподготовке. То есть это такая вещь вообще-то заложена? Она была, скажем так, да, практически рутинная, то есть она была запланирована отделом кадров, и мы пошли на эту переподготовку. Конечно, пользы от нее очень много. Вот я хотела спросить. Да, и многие вещи, которые ты, ну, как бы себе представляешь, так несколько, ну, скажем так, своим умом, да, они находят определенную такую систематизацию и глобализацию именно во время этого всей переподготовки. Ну, такой системный подход к делу. Более организован, структурированный. Да, точно. О региональном центре хотелось спросить. В 2011 году и на базе Института Склифосовского, да, региональный сосудистый центр был создан, который вы возглавляете, наверное, и по сей день, да, и как, каково его значение, как он работает, каково его значение для мегаполиса вообще? Ну, вообще, если говорить про региональный центр, это часть большой программы, да, это программа Министерства здравоохранения по снижению смертности и инвалидизации от сосудистых заболеваний головного мозга. Она уже не первый год развивается в стране, все субъекты в нее вошли. Была разработана она нынешним министром Вероникой Игорьевной Скворцовой, она вообще невролог сама, о своей специальности. Это одна из немногих программ, насколько я слышал, в медицинской среде, которая серьезно выстрелилась, так можно сказать, привела к серьезным результатам, там, снижению смертности и инвалидизации. Это важно, с моей точки зрения. Москва вошла в нее глобально, с определенными своими такими мыслями по этому вопросу. И наш центр является головным в Москве, среди региональных центров, хотя каждый региональный центр в Москве, он серьезная структура, которая оказывает серьезную помощь. И с моей точки зрения удалось наладить очень серьезную работу в городе именно по помощи пациентам с инсультом и с инфарктом. В первую очередь с инфарктом, потому что серьезно уменьшилась смертность от инфаркта миокарда. И огромную роль здесь сыграл институт главных специалистов. Потому что в то время главный специалист-кардиолог вообще-то под руководством и таким посылом, скажем так, когда или вектором, заложенным вице-мэром нынешнего правительства Москвы Леонидом Михайловичем Печатниковым, тогда было разработано такое усовершенствование в программу, именно московское усовершенствование, когда был четкий мониторинг, когда работает рентген-эндоваскулярно-операционная, свободно или нет. Например, не везли туда, где она в этот момент может быть занята. Но скорая помощь может не знать про это. Для этого была специально разработана система оповещения и так далее. И реально это сработало. То же самое инсультная программа. Сейчас в Москве. Москва единственный город, в котором системно введена программа тромбоэмблоэкстракции. Когда пациента в окне определенном до 6 часов, можно очень быстро обследовать. Если надо, применить ему специальные внутрисосудистые методы, специальные устройства, которым можно удалить тромб, если это ишемический инсульт, и восстановить кровоток. Нигде, не только в России, но и за рубежом, практически нигде нет такой системной программы, именно городской. И мы в ней активно участвуем. И мне кажется, это хорошо, потому что позволяет спасти жизни людям и уменьшить такой уровень инвалидности среди тех пациентов, которые к нам поступают. Ну, такой вот вопрос, не то чтобы о вечном, но не о сегодняшнем дне, а вообще, что вас привело в реаниматологию, в частности, в нейрореаниматологию? Это было стечение обстоятельств? Это был ваш целенаправленный выбор? Специальность-то одна из самых тяжелых, наверное. Все специальности нелегкие. Нельзя сказать, что, например, у хирургов легкая специальность, у кого-то еще. Но в нейрореаниматологию я попал, на самом деле, случайно, потому что я пришел в институт Клифосовского, когда здесь было одно отделение общей реанимации, возглавляла его Валентина Ивановна Картавенко. Долго и очень плодотворно это отделение развивалось. И, конечно, я видел это всех пациентов. Не только нейропациентов, но и ожоги, и травмы, и хирургические больные. Потом уже началось выделение отдельных реанимаций. И так получилось, что я попал в нейрохирургическую реанимацию. Ну и как-то в ней остался. Но вы тогда еще студентом были? Да, я был студентом, еще медбратом-то работал. Медбратом, угу. Потом уже пришел врачом. О науке хочу дать вам возможность поговорить, не только об административных переменах в вашей жизни. Докторская диссертация ваша была посвящена коррекции вторичных повреждений головного мозга у больных с внутричерепными кровоизлияниями. И вот по результатам, как я прочитала этих исследований, были проведены серьезные изменения в работе отделения, реорганизации. Что это были за мероприятия? Поскольку у нас аудитория профессиональная, поделитесь опытом, как это существенно повлияло на картину смертности и инвалидизации той же самой, в лучшую сторону повлияло. Если можно это коротко описать, что это за изменения были? Ну если коротко, мы ввели такой системный подход к мультимодальному мониторингу, многокомпонентному, у тяжелого ряда пациентов. Это работа, которая была на стыке как бы нейрохирургии и ренитологии, потому что без нейрохирурга реаниматологу нечего делать. То же самое и нейрохирургу с тяжелым пациентом, без реаниматолога тоже тяжело. Поэтому это системная такая была проведена работа по организации нейромониторинга. Мы пытались при помощи современных методов наблюдения за пациентом выловить тот момент, когда изменения в головном мозге начинают происходить, но еще не достигли тех стадий, которые уже необратимы. То есть поймать все это на ранних стадиях, соответственно, смодифицировать тактику интенсивной терапии. Для этого использовались методы измерения внутричерепного давления, тканевой микрорадиализ, который позволяет понять метаболизм конкретных отделов головного мозга, измерение напряжения кислорода в веществе головного мозга, много других методик, системная гемодинамика и так далее, которые позволяют составить вот такое из пазлов, как бы составить цельное представление о состоянии больного и работать на опережение. Еще о науке. Сейчас удается что-то вам делать, руководить аспирантами, публиковаться? У вас довольно много трудов уже напечатанных, публикаций. Вот сейчас как-то удается все-таки время выделять для этого? Что вас интересует по науке? Конечно, конечно, удается. И мы всем занимаемся. Мы занимаемся научной работой в неврологическом отделении, да, и в неврологической реанимации. Потому что это все-таки не только скоропомощной институт, но и научно-исследовательский. Согласен. Нет, я без этого не могу, поэтому я привык быть в поле постоянно. Поэтому я не могу заниматься только административной работой, это не мое, вот прям вот, чтобы я сел с бумагами и пропал в них. Значит, соответственно, я с утра обхожу шесть реанимаций. Да, вместе с главным врачом, замглав врача, хирургии, там рядом сотрудников. Мы обходим всех пациентов и, соответственно, смотрим, что происходит, обсуждаем там моменты, потом уже идем на общую конференцию. По науке очень много тем. Если мы берем неврологическое отделение с реанимацией, в первую очередь это дисфагия. Да, у нас серьезно здесь разработан протокол диагностики, лечения дисфагии. Несколько тем идет по этому вопросу. Потом криптогенный инсульт. Это поиск причины инсульта, у которого нет вроде бы явной причины. Для этого мы внедряем определенный алгоритм действий, которым можно попытаться эту причину найти. Это интенсивная терапия больных с ишемическим и геморрагическим инсультом. Если мы говорим про нейрохирургическую реанимацию, то там идут темы про искусственную вентиляцию легких у больных с поражением головного мозга в различных совершенно ее видах. Общая реанимация. Темы по искусственному питанию пострадавших с отчетной травмой. Вообще тактика интенсивной терапии различных категорий пострадавших с отчетной травмой. Инфузионная терапия, респираторная поддержка. Тактика лечения пациентов с травмой грудной клетки. У больных, у которых есть поражение грудной клетки и, соответственно, легких, мы определяем, когда надо проводить, не надо проводить респираторную поддержку, в каком виде. Но это малая толика того, чем мы сейчас занимаемся. В больных рекомендациях это находит отражение? Все-таки опыт у этого института уникальный. Как-то вот вы участвуете, да? Конечно, находя. Но надо сказать, что... Они же уже федерального значения, эти рекомендации. У нас работают, ну, если говорить про нейротему, в которой я все-таки выходец из нейрохирургического отдела, то у нас работает и главный нейрохирург России, и главный нейрохирург Москвы. Поэтому, естественно, все это находит свое отражение в рекомендациях, которые представляются. Ну, то есть, что я имею в виду, чтобы этот уникальный опыт не остался запертым в стенах этого института. Нет, нет. В этом институте всегда была тактика на то, чтобы все, что делалось, оно делается не просто для того, чтобы это сделать, и написать, и сложить. Все должно быть внедрено. Поэтому мы это внедряем в обязательном порядке. Чисто прикладные исследования. То есть, это не должно быть исследование ради исследования. Расскажите о ваших учителях или один учитель. Кого бы вы назвали и кого вы будете помнить всю жизнь профессиональную? Ну, вы знаете, я считаю, что вообще так не бывает, что один учитель. Вот потому я и... Ну, человека по жизни учителей очень много. И если перечислять всех, я боюсь даже кого-то не упомянуть, так сходу. Но люди, которые глобально оказали влияние на мировоззрение как бы и путь в жизни, ну, можно сказать, что это Виктор Евгеньевич Богдатьев. Он работал здесь в институте, реаниматолог, и руководил ожоговой реанимацией. Человек, который мне настроил мысль в нужном направлении по поводу диссертации, первой кандидатской диссертации, потому что он недвусмысленно дал мне понять, что надо сначала написать план, а потом уже писать диссертацию. Вот. Я этого никогда не забуду. Вот. И... Это... Олег Иванович Горбатов еще до Виктора Евгеньевича. Это человек, который... Анестезиолог, реаниматолог тоже так получился. Он работал в 600-коечной клинике первой медакадемии. И он был первым моим научным руководителем, потому что в институте я заканчивал научный факультет подготовки научно-педагогических кадров первого меда. И мы должны были писать диплом. И я тогда исследовал... Помните, была такая кремлевская таблетка, Юрий, по-моему, да, которая ползала там внутри кишечника. Все, в общем, этим тоже пришлось подзаниматься. И он тоже очень существенно повлиял на мою дальнейшую жизнь именно в плане построения мозгов. Это очень правильно. И, конечно, это Владимир Иванович Крылов. Академик Крылов, который руководит сейчас клиникой неотложенной нейрохирургии института и клиникой МГМСУ имени Евдокимова. Ну, человек, который... Ну, как бы, моей такой активной, научной и другой жизни бы не было, если не он. Да, поэтому, мне кажется, этим все сказано. Человек, который... Ну, от которого я взял очень много жизненных принципов, да, и жизненную энергию. Человек, который может ставить себе сам цель и их достигать. Это очень мало людей умеет делать. Не демотивироваться со временем. Работая в одном и том же поле. Вот. Поэтому я учусь у него до сих пор и думаю, что и дальше буду учиться. Ну, и последний вопрос. Каким вы видите институт Склифосовского через, условно говоря, 10 лет вектор развития? Потому что ничего не стоит на месте, как бы ни был прекрасен и без пафоса лишнего этот институт, и как бы он ни был значим, все меняется, все развивается. Что вы видите в плане развития института? Я надеюсь, что через 10 лет в институт Склифосовского будут приезжать сотрудники клиники МИО и других разных организаций, чтобы просто поучиться, посмотреть и перенять опыт. Но на самом деле я вижу институт в той роли, в которой всегда и был. Это должен быть центр экстренной помощи не только московский, но и всероссийский, который институт так себя зарекомендовал. И главное не уронить эту планку и все время ее поднимать. И в первую очередь это, конечно, оптимизация такой работы. Мы будем работать над приемным отделением, над... Мы будем приближать всю помощь к человеку, да, не человеку помощи, а помощь к человеку, чтобы у нас система была ориентирована на пациента постоянно. Конечно, это развитие перспективных направлений хирургии и реанимации. Но тут очень много работы, и я надеюсь, что через 10 лет институт Клифосовского будет цветущим замечательным учреждением. Желаем вам успехов. Спасибо большое. Спасибо вам.